Дачникам в пору браться за вилы и в судебном порядке отвоевывать свои угодья. Мусорные рекоператоры не вывозят коммунальные отходы. С такой жалобой обратили жители Белого Яра. В этот же день весь бытовой ссор убрали. Радости моей не было в пределах. Никогда не думала, что я буду радоваться, что мне вывезут мусор. Компания Аэросети 2000 принесла людям извинения и пообещала за праздники полностью исправиться. Символ Нового года – голубой водяной тигр. В природе таких нет. Зато в Абаканском зоопарке живут огненно-рыжие амурские. Эта неделя у опасных зверей праздничная. Почти каждый день позирование перед камерами. Шутка ли? Впереди Новый год. Эпическая история с дачами на Самохвале обрастает новыми подробностями. Самое старое садовое товарищество стремительно пустеет. Из 1640 участков плодово-ягодная жизнь теплится всего на 350. Дачники винят председателя, который за последние годы развалил хозструктуру, занимался собственным обогащением. Несогласных вынуждал бросать участки. Отключает свет, отключает воду. Раньше был смех слышен на дачном участке, детский. Сейчас этого нет. Огородники утверждают, что председателя никто не выбирал. А проблема нехватки воды не только не решалась, но становилась каждым годом всё хуже. На этом и сыграл председатель, при этом получая регулярную помощь из резбюджета. С 2015 года по 2020 год Министерство сельского хозяйства нам ежегодно выделяло по миллиону. За эти 6 лет трубы все срезаны. Стальные дачные участки становятся заброшенными. Если люди не платят, потому что нет воды, они просто выживаются с дачных участков. Участки их захватываются, приватизируются на одно лицо и перепродаются. Заброшенные дачи порой целыми улицами становились собственностью неизвестных лиц. Недавно активисты общества пресекли попытку приватизировать участки, на которых стоят ёмкости для воды и скважины. Наша редакция так и не смогла дозвониться до самохвальского лидера Артёма Алабушева. Оказывается, что он недавно и втихую сложил себя полномочия, а новый управляющий, который, кстати, также никем не избирался, отвечать на вопрос про воду отказался. Я понял, про что вы хотите спросить меня. Про деньги или про скважины? И про деньги, и про скважины. Там был вообще-то председатель Алабушев, а я здесь каким боком. Ну вот я вам говорю, что он мне бухгалтерию никакую не передал, никаких документов, ничего. Всё, всего доброго, до свидания. Возня вокруг дач объяснима. Недавно с сибирской генерирующей компанией были озвучены планы протянуть свою трубу на Собру. Отопление от Абаканской ТЭС на правом берегу достал чок застройки самохвала новыми многоэтажками. Следовательно, и стоимость каждой сотки на горе вырастет в десятки раз. А вот вы про самохвал объявили или не слышали? Там сейчас земельными участками начались работи. Уже? Не слышал на самом деле. Ну, это всегда же идёт благая идея, параллельность с теми товарищей, которые хотят заработать денег. Но дальше не готов комментировать. Я не лезу, да, наша задача – тепловые сети. Земли под застройку в Абакане почти не осталось, и каждый свободный метр стоит очень дорого. И неважно, под что скупаются участки – под высотки или усадьбы. С юридической точки зрения всё законно. Но в самохвальском случае обезвоживание дач имеет судебную перспективу. Если вина в садоводческом обществе лежит и не обеспечено водоснабжение, то можно обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении или возложении обязанностей обеспечить подключение воды к конкретному участку. И эти решения будут приводиться в исполнение посредством, наверное, службы судебных приставов. На войне все средства хороши и похожи к кинутым дачникам. Придётся браться за вилы и в судебном порядке отвоёвать свои угодья. Пока ещё не поздно. С 1 января в России заработают новые законы, а также поправки в старые. К ним придётся привыкнуть, ведь изменения затронут многие сферы жизни. Здесь и документы обороты, и здравоохранение, и финансы. Так, у автомобилистов в первый январский день больше не будет болеть голова о прохождении техосмотра. Его отменяют. Поправка не коснётся общественного транспорта и такси. У них всё по-прежнему. Также технический осмотр обязателен при смене владельца и постановке авто на учёт. Что касается больничных листов, то в будущем году они станут только электронными. Привычные бумажные голубые листки о нетрудоспособности окончательно уходят в прошлое. Врачи будут подписывать документ электронной подписью и отправлять в фонд соцстраха. Власти не оставили без внимания и интернет-сообщество. Так, в соцсети обяжут открывать российские филиалы. Это требования Роскомнадзора. Закон коснётся иностранных IT-компаний с аудиторией свыше 500 человек. Пока ведомство насчитало 13 компаний. Это Google, Apple, TikTok и другие. Если русскоязычной версии не появится, включение в чёрный список и блокировка. А вот должникам оставят прожиточный минимум. Со справкой о доходах нужно обратиться к судебным приставам. Они зафиксируют заявление и обяжут банк не удерживать эту сумму. Правда, распространяется защита не на все долги. Не сработает новый закон для злостных неплательщиков алиментов. На взыскание причинённого ущерба здоровью, компенсацию вреда в связи со смертью кормильца. За занятия фитнесом и спортом можно вернуть часть потраченных средств. Сам закон вступил в силу с августа. Однако налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То есть сам вычет можно получить в 2023 году. Но чеки и договоры пора уже собирать. Кстати, потраченные средства можно вернуть и за детей. Придётся раскошелиться и жителям, которые имеют вклады. Закон о выплате НДФЛ с процентов по вкладам действует уже год. Но только в 2022 году россиянам впервые придётся его заплатить. Это налоговое извещение по итогам уходящего года. НДФЛ облагается не весь доход, который получили. Остаётся минимум, который налоговая не трогает. В редакцию РТС пожаловались жители Белого Яра. Там мусор вывозят с большой пробуксовкой. Эту историю журналисты канала рассказали накануне. Сегодня к обращению с улицы Абаканской присоединились и жители других районов. Люди сетуют. Мусорная проблема для села стала настоящей бедой. Сегодня закажешь, к примеру. Через полмесяца приедут только. А вы всё это время копите? А наша куча вот такая, ещё рядом с этим, с помойкой, с этой вот, с бадьёй. 10, 12, 14 дней. Это плохо? Это много или мало? Я считаю, много, конечно. Мы звоним, говорим. Но у них машины ломаются. Живу в частном секторе. Очень долго ждём, когда вывезут мусор. Опыт складирования мусора у людей есть. Отходы и хлам украшали их дворы ровно год назад. Новогодние праздники. Были заполнены все ведра. Вплоть до того, что мне уголь нефча было набирать. Одно ведро наберёшь, высыпешь. В Айрайсити 2000 рассказали. В декабре у компании возникли проблемы из-за того, что она с середины месяца начала самостоятельно вывозить ТКО, отказавшись от услуг подрядчика. У компании достаточно техники для вывоза ТКО. Но машины с задней схемой загрузки. А баки у частного сектора в основном рассчитаны на машины с боковым теком загрузки. Чтобы решить проблему, на сегодняшний день на линию мы выпустили ещё дополнительную машину. Мы приносим извинения за доставленные неудобства. И всё за новогодние праздники исправим. Кстати, пока обещания компания исполняет. Например, накануне у жительницы Белого Яра, которая в обед обратилась в редакцию со своей проблемой, уже к вечеру грузовик Айрайсити был у ворот. Мне наконец-то вчера чудесным образом вывезли мусор. Радости моей не было в пределах. Никогда не думала, что я буду радоваться, что мне вывезут мусор. Теперь точно такого же подарка ждут и остальные жители Белого Яра. В селе Калинино-Устебаканского района в канун праздника открыли обновлённый Дом культуры. Деньги на эти цели в общей сложности 7 миллионов рублей были выделены по нацпроекту «Культура», а также в рамках программы «Комплексное развитие села». В актовом зале появились новые театральные кресла, 150 штук заменены под мостки. Дом культуры востребован был всегда, а тем более в последнее время, так как село у нас разрастается, жители прибывают. Кружков у нас 15. Это и хореография, это и вокал, и прикладное творчество. Есть кружок театрального искусства. То есть занимаются у нас дети от 4 лет и до 85, взрослое население. На 3 как раз и здравоохранение находили. В двух шагах от Дома культуры по улице Школьной расположилась и новая амбулатория, которую построили по другой программе «Комплексное развитие сельских территорий». Возвели за полгода, потратили 12,5 миллионов рублей. Совсем скоро Новый год. Люди спешат за подарками и заготавливают последние ингредиенты на стол. В преддверии праздника корреспонденты РТС решили узнать, какими позитивными событиями запомнился 2021 год для жителей Хакасии. Вообще каждый год для нас это как бы что-то приносит новое. Мы в этом году выиграли республиканский конкурс, стали победителями, второе место заняли. Поэтому тоже подарок для нас был. Путешествия в Крым, много работы, счастье, удача, радость, все было. Я развилась со своим мужем. Это очень хороший момент для меня. А почему? Потому что перемены всегда к лучшему. Лично для меня он запомнился тем, что моя семья и мои близкие в этом году во время пандемии, самое главное, не заболели и никто не пострадал. Я познакомилась с новыми людьми и они стали мне хорошими друзьями. В лагерь съездила хорошо. А чем запомнился лагерь? Холодно было очень. Это, считаете, позитивное событие? Да. Я на права задала. С какого раза? С четвертого. Глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель Верховного Совета Республики Владимир Штыгашев обратились к жителям региона с новогодними поздравлениями. Уважаемые друзья, подходит к концу насыщенный событий, непростой, 21-й год. Он напомнил нам о ценности и хрупкости человеческой жизни. Показал, что решение глобальных задач немыслимо без солидарности и согласия, ответственности перед самим собой, близкими людьми и обществом. Мы стали острее чувствовать, как дороги нам родные друзья, как это важно, когда они рядом, как многого мы можем, если объединим усилия и действуем сообща. Уважаемые земляки, пусть этот добрый и светлый праздник наполнит теплом и гармонией каждый дом, станет счастливым и успешным для каждого из нас. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и исполнения самых заветных желаний вам и вашим близким. С Новым Годом! Дорогие друзья, хотелось бы в уходящем году, чтобы все у нас плохое осталось, а Новый Год, предстоящий, 2022 год, Рождество Христово, встретить и начать с лучших показателей, чтобы в каждый дом пришло счастье, теплота общения с близкими и родными, чтобы мы укрепили свое здоровье и противостояли всем невзгодам и болезням. Я бы хотел пожелать вам в этом самых хороших успехов. С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! С праздником! Длинные выходные впереди и самое время, день на третий, на четвертый, растрясти желудок спортивными упражнениями. Например, вооружиться лыжами и махнуть в ближайший лес. Увлекаться нагрузками не стоит, лучше всего обратить внимание на смазку. Это не только скорость, но и отсутствие отдачи по лыжному полотну. Иными словами, на взъемах пробуксовка лыж будет отсутствовать. Опытные тренеры советуют, смазку для беговой поверхности. Спорт инвентаря нужно выбирать по температуре воздуха. Непрофессионалам подойдет и обычный воск. Верности подобных советов уверен и лыжник Алексей Филиппов из Республики Коми. В вершину тёй он приезжает много лет подряд и на соревнования, и на тренировки. Спринт – это всегда очень большая работа ведется, потому что спортсмены бегут на короткую дистанцию, порядка трех минут. Естественно, там скорость лыж должна быть максимально высокой. Для этого используются различные порошки, ускорители, натирки, которые позволяют вот эти 1200 метров, эти 4 минуты пройти с максимальной скоростью. Кстати, в вершине тёй сейчас отличная погода. На январские праздники синоптики прогнозируют от минус 4 до минус 10 днём. На трассу зовут всех. Чем не повод провести время с семьёй. Теперь приглашаем всех наших жителей республики. Приезжайте сейчас. Вот этот месяц будет такой, мне кажется, благоприятный. Приезжайте, походите на лыжи, ощутите себя лыжниками. Символ Нового года – голубой водяной тигр. В Сибири свои огненно-рыжие красавцы. Из всех видов этих хищников меньше всего в мире осталось амурских. И двое из них живут в Абаканском зоопарке. У зверей праздничная неделя, почти каждый день позирование перед камерами. Лучший друг тигров Михаил Табунов – начальник секции хищников. Отношения у них особые. Мужское приветствие с Сильвером. И ласковое общение с тигрицей Юноной. Итак, знакомьтесь с живыми символами Нового года. Сильверу уже 12 лет. Предельный возраст для этого хищника в дикой природе. А здесь он в самом расцвете сил. В зоопарке его привезли еще тигренка. Рядом живет Юнона. И эта полосатая чаровашка младше своего соседа на два года. Выглядит очень ласково, но не забывайте, тигры все-таки хищники. Которые могут утащить на себе тушу до полтонны веса. В зоопарке этих кошек кормят неплохо. Так что есть время на развлечение. Игрушки большие, чтобы можно было катать и погрызть. Они очень любят коробки. Немножко у нас даже было шаров для боулинга. Канистры иногда служат игрушками. Они по характеру контактные, любят внимание. Находясь в таком закрытом пространстве, даже в большом пространстве, им тоже нужно и развлечение в том числе. Поэтому если посетители наблюдают за нашими тиграми, то тигры наблюдают за нами с вами тоже. Мы для них тоже представляем интерес. Сильверу тоже нравится внимание, но если надоело, собирается и уходит. Оба забавно фыркают. А в добродушном состоянии могут мурлыкать. Любят зимнюю погоду и с удовольствием гуляют. Сейчас самая комфортная температура. Зимой у них особенно яркая краска. Во время снегопада зрелище – огонь. Амурский – самый крупный и самый северный из всех тигров. Он может похвастать более густым и длинным мехом. Жителям и гостям Хакасии, цари российской природы, желают в новом году больших свершений и чтобы черных полос, как на шкуре тигра, было меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова